Знаете ли вы, где находится самый красивый каток на планете? Хотели бы вы посетить пещеру, в которой обитали древние люди, и увидеть их на скальные надписи? Можете себе представить длинные туннели в скалах, вырубленные вручную? В этом видео мы отправляемся на Байкал, чтобы посмотреть десятку его самых интересных мест. Остров Ольхон и поселок Хужир. Ольхон – это сердце Байкала, самый большой, самый красивый и единственный населенный остров. Здесь проживает около 2000 человек. Добраться до него можно из поселка Сахюрта, что в 270 километрах от Иркутска, через паромную переправу. Курсируют три парома. Остров Ольхон является частью Прибайкальского заповедника и включает в себя 9 поселений, самое многочисленное из которых – поселок Хужир. В нем сосредоточена вся жизнь. Большое количество гостиниц, магазины, кафе, школы, краеведческие, музеи, пункты проката снаряжения для туристов. Рядом с поселком есть небольшая авиабаза, где за небольшую плату можно полетать над Ольхоном. Именно отсюда обычно начинаются экскурсии на Байкал. И именно здесь можно проникнуться магией озера на 100%, увидев тот самый прозрачный лед. Одно из лучших мест на Большом море Байкала – со стороны урочища Узуры. Но ехать надо через лес и исключительно на внедорожниках. Тхужира дорога займет примерно час сорок. Дикая тряска, но это того стоит. Здесь можно встретить один из красивейших рассветов своей жизни. Отражение солнца на идеально прозрачном льду завораживает. Интересный факт. Ольхон – одно из немногих мест в России, где еще сохранилась вера в духов. Проводятся обряды и живут настоящие шаманы. И вблизи острова находится самое глубокое место Байкала – 1642 метра. Можно пройти тут на корабле и представьте, сколько воды под вами. Мыс Хабой. Мыс Хабой, находящийся в северной части острова, – главная достопримечательность Ольхона. Название мыса происходит от бурятского слова «хобо». Клык. Поскольку скалы, резко обрывающиеся в воду, действительно похожи на клыки. При этом, если посмотреть с водной стороны, скалы выглядят как женский профиль. Мыс Хабой считают местом силы. Он представляет собой столбовидную скалу, где, по легенде, бурятский шаман впервые обрел свою силу. Расположен мыс в самой широкой части озера Байкал. С него открывается вид на противоположный берег и полуостров Святой Нос. Горная местность с арками из камня и разными поглубиньями гротами впечатляет своей природной красотой. Недалеко от мыса есть спуск на пляже, где туристические группы останавливаются покупаться и позагорать. Ну а зимой замерзшая вода в гротах образует ледяные пещеры, а застывшие воды на скале, их еще называют сокуи, и необычные виды сосулек поражают воображение обывателей-туристов. Ушканье острова. Расположены они в 7 километрах к северо-западу от полуострова Святой Нос, в средней части Байкала. Архипелаг является природным памятником и входит в национальный Забайкальский парк. Известны острова тем, что на них водятся уникальные животные. Байкальская нерпа, или как ее еще называют Байкальский тюлень, эндемик озера Байкал. Эндемиками называют фиды растений или животных, которые встречаются на очень ограниченной территории. Сюда приезжают посмотреть на удивительное зрелище – лежбище тюленей в мае-июне. В этот период нерпы выходят на берег в количестве до нескольких сотен особей. Парк не допускается посторонней, он находится под охраной. Подойти близко к нерпам не получится, но рассмотреть их можно на выездных экскурсиях с воды или вертолете. Гиды позволяют понаблюдать за этими интересными животными и сделать снимки на память. Сарайский залив расположен он рядом с поселком Хужир. Знаменит он самым большим пляжем на острове. Протвиженность пляжа составляет 3 километра. Он находится между поселком Харанции и мысом Бурхан. Туристам нравится этот пляж, а лучшее время для его посещения – это июль или август. Но, несмотря на теплые месяцы, вода прогревается плохо. Поэтому чаще всего отдыхающие здесь все же загорают, а купаться ходят рядом, в небольшие озера или Соры. Сор – это местное название мелководных заливов озера Байкал, отделенных от него песчаными островками или косами. Вид на Сарайский залив с мыса Бурхан поражает своей красотой. Это чистейший пляж с белоснежными песчаными дюнами и ровной береговой линией. Пляж является охранной зоной Прибайкальского национального парка. Скала Шаманка – одна из главных достопримечательностей острова Альхон. Скала Шаманка расположена на самой крайней точке мыса Бурхан. Издалека возле мыса можно увидеть 13 ритуальных столбов, которые называются бурятским словом «Серге» – «Коновясь». «Серге» означает, что у местности, где оно установлено, есть хозяин. Нельзя разрушать «Серге», оно должно само прийти в негодность. «Серге» связано с культом коня. К нему привязывали коней хозяева и гости, а также оно является символом дерева жизни. В скале есть грот и сквозная пещера. По легенде, здесь жил хозяин острова Шаман Эжин, который проводил обряды и жертвоприношения богам. В пещеру имеется несколько входов. Самый удобный находится с западной стороны и имеет форму дракона. Также недалеко от мыса Бурхан находили следы пребывания первобытных людей. Тажеранская степь. Бухта Ая. Направляясь на остров Ольхон, больше половины путешественников проезжают мимо прибайкальского чуда – Тажеранская степи. Тажерана – это участок, представляющий собой каменистую степь серовато-красных тонов между рекой Ангаа и проливом Ольхонские ворота. В этих районах скалистый берег перемешан с заливами и бухтами. Одной из них является бухта Ая, расположенная в центральной части озера на западном побережье. Она считается одним из самых красивейших мест Байкала. Воздух здесь чистый, вокруг тихо и спокойно, а через водную гладь горы можно увидеть, как плавно заходит солнце. Название Ая имеет не только бухта, но и священная лысая гора Ая, на которой есть свои знаковые места, такие как пещеры и наскальные рисунки, датируемые IV веком до н.э. Сверху горы открывается вид на бескрайний Байкал и бухту с одной стороны, простирающуюся Тажеранскую степь с другой. Поселок Большие Коты. Название поселка связывают с названием Ловушки для рыбы – Котцы. Большие Коты расположены почти в 20 км от Листвянки. На участке между поселками находятся высокие скалы Приморского хребта, которые исключают возможность автомобильного сообщения. Добраться сюда можно по воде или по Большой Байкальской тропе, которая идет вдоль берега. В XIX веке этот регион славился добычей золота. За примерно 50 лет из местных золотоносных песков было добыто более 10 пудов чистого золота. Одно из самых живописных мест поселка – гора Скрипер. Она представляет собой скалистый утес высотой около 200 метров над уровнем Байкала. Туристы совершают на нее восхождение в рамках экскурсионных туров. В горе расположена пещера, в которой когда-то останавливались древние люди. Об этом свидетельствуют найденные в пещере орудия труда. А современные туристы могут наблюдать следы на скальной живописи на стенах. Песчаная бухта. Еще одно место, которое заслуживает внимания. Она окружена лесами и горами и расположена в 80 километрах от поселка Листвянка. Участок берега, который простирается на 10 километров, имеет несколько бухт и мысов, поражающих своей красотой. Бухта Песчаная признана самым солнечным побережьем озера Байкала и прогревается до 22 градусов тепла в июле и августе. Здесь есть чистый пляж с золотистым песком и величественными лиственницами. Это место негласно объявлено памятником природы. Его часто зовут Байкальской ривьерой. Горнолыжный курорт Eastland. Это горнолыжный центр, который находится в поселке Листвянка. Там расположена гостиница, работающая круглый год. Лыжный сезон открывается с ноября и продолжается до марта. Это идеальное место для начинающих лыжников и опытных спортсменов. Кроме лыжного отдыха, туристам доступны тюбинг-зона и парк для сноубординга, канатная дорога с кресельными подъемниками. А инфраструктура включает в себя пункты проката снаряжения, ресторан и небольшой кафе с баром. Ну а рядом оборудована смотровая площадка. Камень Черского, с которой в любое время года можно увидеть панораму Байкала. И, наконец, Кругобайкальская железная дорога. Она занимает участок от истоков реки Ангары до небольшого городка Слюдянка. Изначально в свои первые годы эксплуатации с 1905 года дорога имела длину 260 километров. Но позже она потеряла свое значение в связи с открытием новых путей. И в использовании оставили лишь небольшой участок, который простирается по берегу Байкала на 89 километров. И имеет 38 тоннелей, 15 галерей и множество мостов и виадуков. Галереи – это каменные сооружения, похожие на здания искусства. Они расположены над землей и служат для защиты от камнепада. Построена дорога ценой грандиозных усилий рабочих и итальянских инженеров. А сооружение проекта до сих пор является эталоном инженерной мысли. В настоящее время железнодорожный путь используется только для туристических целей. Арочные мосты каменной кладки. Виды на хребты, хамар, добан, каскад туннелей, птичий базар с выходом на скальный массив к месту гнездования байкальских чаек. Все это и многое другое можно увидеть на сибирском железнодорожном пути. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова